Посмотрел фильм «Темные воды», ну и не мог не придраться к дубляжу некоторых героев. Есть пара моментов, которые бросились в уши, и я вам сейчас о них расскажу. Подать иск, истребовать документы и выяснить, что там на этой свалке творится. Ну, Александр Коврижных, который дублирует Марка Руффало, прекрасен, к нему претензий никаких. Чтобы американский народ жил легче. Давайте послушаем дубляж Виктора Гарбера. Но во благо людей. Смотрите, в конце фразы интонация сильно уходит вниз на слове «людей». Но во благо людей. Во благо людей. У меня даже связки не смыкаются опустить туда вот так вот. Такой, вы знаете, диапазональный разброс. Та-та-та-та-та. Счастливее. Опять «счастливее». Для Дюпон не пустые слова. Для Дюпон не пустые слова. Слова. Я всегда молодым помощникам говорю «трудитесь, не поднимая головы». Опять туда «головы». В оригинале ничего подобного нет. «Трудитесь, не поднимая головы». Колоссальные скидки до 30 апреля. То есть в рекламных роликах такое иногда можно услышать, когда «тэ-та-тэ-та». И вот оно переползает в дубляж. И в основном вот эти перепады делают те актеры, которым есть что продемонстрировать там на низах. Вот мне там, например, нечего демонстрировать. Если бы я разговаривал вот так, то вы бы подумали, что этот парень вытворяет. То есть у меня это смешно, я туда не могу опустить. У меня нет нормальных низов. А вот те актеры или дикторы, у которых есть эти бархатцы внизу, да, они иногда прибегают к таким фишкам, чтобы покрасоваться. Посмотрите, какой голос. То есть судиться с Дюпон? You wanna sue Дюпон. Владимир Антоник озвучивает Тима Робинсон, но почему-то очень низко. Так пусть наймет местного адвоката. So he should hire a local lawyer. So he should hire a local lawyer. То есть смотрите, как сверху идет интонация вниз, плавно спускается. А у нас так пусть наймет местного адвоката. То есть фраза очень утяжелена, на мой взгляд. Я не могу сказать, что это звучит неорганично, потому что Антоник не выдавливает из себя эти низы, они у него есть в голосе. Просто применительно к данному персонажу, к данной роли, я не совсем понимаю, зачем было так занижать. Точно. Еще спасибо скажут за иск тебе. Может быть они хотели придать какую-то весомость этому персонажу, какого-то веса, что вот он такой босс, боссыч. Я заметил, что довольно часто в российском дубляже актеры плюсуют. Плюсуют некую брутальность, некие дополнительные низы, усиливают. Всего хорошего вам, мои дорогие. Субтитры создавал DimaTorzok